Чтобы просто выйти из своего двора, жителям дома номер 16 по улице Сурена-Шаумяна приходится лавировать между ямами, лужами и грязью. Увы, для нашего города такой двор уже кажется обычным. Хотя даже в солнечную погоду лужи здесь не высыхают. Они протянулись во всю ширину дороги, а когда идет дождь, проезжая часть практически тонет. И вот та лужа, прям под дом все идет, и вся трещина, трещины под домом идут от этой лужи, он уже осадку дает. Этот двор ни в какую программу ремонта дворовых территорий не вошел. А между тем, утверждают жители, с такой дорогой пережить осень для них целое испытание. Вот мету нажимаю, как на трактор. Уже сил нету, вообще невозможно. Перед выборами засыпали ямы вот эти. А что, нащебенка вся за колесами выметается. У меня жена подвернула ногу. Просто-напросто оступилась, потому что неровно подвернула ногу и несколько дней была на больнице. В телекомпанию посоветовал обратиться. Говорит, возможно, они просто сделают репортаж, и кто-то после этого репортажа обратит внимание на эту проблему. Управляющие компании этого дома нам пояснили, для наведения порядка не хватает инициативы жителей. Жителям этого дома было предложено ввести предложение о входе в программу. Для этого нужно было собраться, но заявку они не подали. Соответственно, ремонтировать дорогу сейчас не нужно. Получается, вы должны выбрать, либо дорогу отремонтировать за свой счет, или за бюджетные деньги через программу. Выбор кажется очевиден. Но никакой инициативы и помощи жителям в разъяснении этого вопроса от управляющей компании не последовало. Руководству просто все равно. Кстати, как оказалось, инициативные жители в этом доме все-таки нашлись. Обратились жители. Данное письмо было рассмотрено комиссионно. Мы формируем перечень объектов для ремонта в 2013 году. И данная территория в него включена. Обсчитаем по квадратуре, что необходимо сделать. Ну и дальше передадим город на утверждение. Нам еще не дали конкретную цифру, которая будет выделена на каждый район. Поэтому, возможно, по объектам будет еще корректироваться. Вот и получается, что полноценного диалога нет. И такая ситуация с многоквартирными домами возникает постоянно. Может, стоит уже выбрать определенный алгоритм действий. Необходимо менять всю систему отношений. Жители должны быть активны. Но и структуры, которые их обслуживают, тоже. Если, конечно, с обеих сторон есть желание реально что-то сделать, а не только говорить. О ремонт этой дороге пока никто гарантировать не может. Впереди много процедур и согласований. Остается надеяться, что про нее в очередной раз не забудут. И многолетние ожидания жителей оправдаются. Причем в конкретные сроки. Анастасия Тимоничева, Андрей Борискин. Для программы Оперативный эфир.